всем привет всем здравствуйте с вами канал не магия и серьезные серьезные важные темы которые касаются нас всех многоконфессиональный канал не маги который поддерживает поддерживает баланс сил в интернете да 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 надо сценарий писать какой нахрен сценарий нужно просто 10 минут поеблавать а потом она и пойдет а потом она и пойдет но она так всегда кстати когда садишься писать в тетрадку что-нибудь 10 минут еблуешь а потом идет вот серёга накидал туда тезис со мной их надо распечатать после этот надо распечатать мать ее принтер да отлично ребят сюда нам нужен принтер ссылка на донат в описании нам нужен срочно принтер чтобы провести усовершенствование контент и пару донатов зачитаем сейчас аноним 333 рубля братцы продолжайте делать годноту вы красавы спасибо анонис спасибо тагира 111 рублей лёша я хочу твою фамилию ты же знаешь что она идеально подходит к моему имени серёга кто это ты ее не знаешь часы аноним пяти хаточка пацаны красавцы кончите пилять этого винни надоел уже да тут просто евгений болдыров пяти хаточка спасибо молодцы спасибо евгению болдырю все красавчики хабиб хабиб ролик чисто тебе брат посмотри этот ролик и сделай выводы потому что ты по какой-то косой дорожке идешь мы хотим тебя направить мы в принципе всю жизнь в интернете тем занимаемся берем человека и маленько регулируем его движение есть люди которые регулируются есть люди которые не регулируются которые тяжело про тех мы снимаем больше видосов и вот до тебя дошли ты же знаешь что должен быть прямой путь прямой прямой путь это не самый верный понимаешь там так написано что путь прямой до прямым сердцем а путь и путь прямой когда идут прямым путем не сворачивая да да помните ту заварушку перед боем с макгрегора когда хабиб наехал на тимати скридом и всех остальных его подсосов чтобы в принципе как бы не особо их было видно махачкале и те со страху отменили концерты что в итоге пришлось потом бежать и кадырову примерять тимати хабиба рассказывая что все парни горячие да и в принципе это нормально и кадыров сказал чтобы вы все туда не ездили со всей этой голематьей и тут недавно происходит история где хабиб высказывается против спектакля охота на мужчин который проходит в махачкале и хабибу он не понравился хабиб сказал это самая натуральная порнуха которая не должна вообще у нас здесь ставится и вообще куда смотрят все депутаты парламент что вы вообще делаете вы хотите чтобы народ на улицу вышел такие спектакли ставите и кстати побежал один из тех актеров спектакля да и принципе кто его ставил извиняться не говорить прости пожалуйста мы не хотели тебя обидеть хабиб мы приносим искренне извинения за свое творчество то что посмели с этим спектаклем махачкалу приехать он прямо перед хабибом извиняется что или принципе перед кем-то он в принципе извиняется перед кем-то за то что он посмел этот спектакль проводить в махачкале но смотрите два раза это не совпадение хабиб постоянно занимается таким цензом то что у него происходит в его городе в его регионе это такой молодой пацан на которого обрушилась не эпическая слава у него в инстаграме 13 миллионов подписчиков и он теперь почувствует себя таким паханом который решает что людям которые живут с ним рядом посмотреть а что нет чем заниматься а чем нет даже есть видео как девушка из махачкалы посмеялась по поводу всего этого я ничего не поняла вот но я всем не согласна я всем недовольна и все надо объединиться и наказать кого-нибудь и рассказывают что я не знаю я не поняла в чем проблема но хорошо я не одобряю а потом ржет над всем этим цензом вот эта женщина белье привезла к нам наркоманию алкоголизм лицемерия разгульных женщин и мужчин которые потом узаконивают свое отношение 2 жена это все из этих театров я думал что виноват да виновата баба в белье правильно правильно да а тем временем подожди если вы не в курсе есть вот такая баночка смотрите кто здесь а какой человечек легенда м ма на баночке пива тоже в принципе рассказывает кто там прав кто не прав высказывает свою точку зрения кому что делать а потом мы наблюдаем вот эту легенда м ма на банке охота крепкая люди спортсмена заканчивают спорт и многие спиваются то есть теряя нить в жизни вот скажи мне как ты должен теперь относиться к мнению этого человека его в принципе всем заслугам просто вот того поступка вот эта банка ребят я подробности вам говорить не буду но вот эта банка лично мне испоганила жизнь прям очень не кисло я столько болевотины насмотрелся своей жизни благодаря вот этой вот матью банки и теперь сука вот эта вот легенда м ма рекламирует вот эту вот банку чемпион многих турниров по смешанным единоборствам сообщил что сотрудники ресторана в городе саров испортили ему праздник по случаю 46 дня рождения тогда он в эмоциях разбил несколько стаканов потом принялся переворачивать столы к разъярённому борцу на ринге известного под именем русский медведь никто не решался подойти близко только через несколько минут друзьям удалось успокоить именинника у меня слишком много школ слишком много детей которые копируют каждый мой поступок каждое моё движение внешне перевернуть столы явно некрасиво но другое дело когда ты копнешь в историю она получается вроде неплохо и все благодаря вот этому пойму вроде крепкий парень крепкое пиво значит кому это адресовано в первую очередь сегмент спортсменов я считаю как я должен на этого спортсмены реагируют нас все не просто спортивный выпуск и так как вот этот человек свои комментарии в сторону и но магомедова отпускать мы решили его вставить в ролик а тем более они там то конфликтуют то в новости тренируются конечно хабиб не стал рекламировать алкашку но был замечен в рекламе энергетика знаете под каким названием горилла помню мы сделали ту превьюшку когда они с макгрегором дрались и там некоторые нам написали что вы не правы зачем такая превьюшка а мы без задней мысли делали а потом оказывается он рекламирует энергетик под названием горилла и вместе с тактаровым тренируется не проводите спектакли но я буду тренироваться вместе с тем человеком который пиарит вот это говно вот это пойло которая ломает людей делает жизнь в россии хуже это моя личная проблема это моя личная боль кто-то скажет что мы пиарим это говно нет нет ребята это пойло эту хрень покупает люди у которых жизни какая-то хрень приключается и его бухает так чтобы забыться на я не знаю чем они оперируют но как бы эту водяру как бы не очень а пилы она слабенькая уже не берет и беру тут это пойло и здесь зажирается и меня вот волнует вопрос хабиб сказал что они устроили порнуху центре города а какого же черта точнее какого шайтана хабиб берет и ездит биться в те страны где порнографическая индустрия находится на высоких просто уровнях где за это дается оскары где снимаются многочисленные фильмы с той самой уже самой настоящей порнухой где снимаются различные сериалы откровенные я сейчас смотрю игру престолов там только убийство и секс 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 американский сериал а он едет и бьется в америку он бьется в америке где потом выходит там какая-то баба в нижнем белье и показывает что будет второй час раунд либо третий раунд какого черта то но знаешь я серега задавал этот вопрос он говорит это он же говорит про свою страну в своем регионе он задает вопросы своей администрации все прочее а это за рубеж но знаете это выглядит так как будто ребята а значит я туда съездил я всю эту порнуху глянул всем этим позанимался ребята как бы вам это не надо я думаю я решаю за вас что вам это не надо у меня все есть я на все это насмотрелся я все это видео у меня эти телки на каждом сука бои вот ходят и таблички разносят я на это все насмотрелся вам это не надо я так решил ну так же выглядит окей он задает вопросы своей администрации задает ну какого хрена сам лазит а еще ребята вот больше вопрос самая главная тема у нас сегодня есть переписка с аккаунта нурмагомедов там где вот 280 кило подписчиков все прочее с какой-то тёлкой где на и просит показать что-то там ему но аккаунт его у нас есть это переписка так у нас вопрос хабиб это твоя переписка просто твой аккаунт ну мало ли ты скажешь там кто-то кто-то как-то когда-то с кем-то переписался но это твой аккаунт если это ты то какого хрена ты задаешь вопросы какого ляда у тебя там порнуха в городе происходит если ты тёлку просишь тебе показать и ездишь смотришь на телок и просишь показать ты живешь полной жизнью а всем остальным нет ребят у нас традиции у вас традиции получается а ты к этим традициям не мешаешь на кого отношения ты конечно можешь сказать что ты с этой тёлкой не общался и это все профанация окей окей поклянись что это не ты что ты не общался с этой тёлкой поклянись я очень думаю что ты правду говоришь только ты вот аллахом поклянись что не обманешь меня аслан да нет ты не да ты аллахом поклянись как положено и тогда мы скажем хабиб 0 к тебе вопросов красавчик по поводу телки ноль вопрос а по поводу того что ты ездишь в америку всего этого насмотрелся и решил за других что это всем остальным не надо они все равно остаются идут хорошо благодарю ты можешь по пошлюшанский как вы говорите а ты можешь по шлюшанский говоря хребший как хребший шлюху хабиб мне кажется так мало возбуждается так благодарю вы же мусульмане считаете что тело нужно прятать что это позор ты считаешь она именно с такой интонацией это скинь себя еще зачем мой мой дикий леп просто просто ну скинь чё ты скинуть тебя не может а я тебя не через бедро прошу хабиб спасибо что ты просишь меня скинуть не через бедро у тебя же супруга ты должен любоваться а не какой-то настей из соц сетей я еще мне только не рассказывать я должен что не должен я поеду в америку и там у меня все будет а то эти овцы уже вот здесь не могу да виновата баба в белье правильно правильно да у них есть как главные старшие старшаки вот с такими шапками сидят люди которые соображают но так мы пришли к серёга какому выводу что хабиб ночью у нас лидер настолько мнений что вот эти чуваки все рядом не стоят и получается у нас главный вот это малолетка хоть хабибу и 30 лет он ведет себя как малолетка ему 18 не дашь он человек который у которого отбита башка он же боец ни разу не проигрывал и он хоть и рассказывает как должны жить все остальные и его слушает потому что людям которые его как-то не устраивает постоянно угрожает угрожали криду тимати тимбо плоду тимати не помню и вот этим чувакам которые сделали этот спектакль если хабибу что-то не нравится жесточайшие угрозы в сторону этих людей от 30-летнего несведущего бестолкового пацана хабиб если ты не умеешь следить за своим базаром куда смотрит твой отец ты на тот раз на бою сказал что отец тебя наругает и ты продолжаешь заниматься вот этой хернёй ты прыгаешь через решетку и начинаешь бить всем хлебальники только не непосредственно а через интернет через инстаграм а что хуже хрен его знает у меня вопрос а куда смотрит твой отец ты продолжаешь всем тем же самым заниматься ты сказал что он тебя за это накажет а наказание никакого не вижу ты продолжаешь этим всем заниматься почему главный наставник хабиба его отец абдулманаб очень резко осудил действия своего сына написав своем инстаграме что такому он своему сыну не учил он будет вынужден вынести санкции более жесткий чем ее и все ведь главное это дисциплина и порядок хабиб ты хочешь навести я так понимаю порядок в своем городе у меня к тебе братуха вопрос почему ты в первую очередь не наведешь порядок своем инстаграме а это делается очень легко тебе достаточно посадить какого-нибудь администратора который будет чистить все говно которое пишут там твои подписчики это нормально вот вот такие комментарии мы их специально покажем под твоим постом первые же это нормально хабиб ты вообще в курсе что комментарий можно в инстаграме удалять почему я сам не догадался потому что я чурка я в хорошем смысле варик о смотри не оскорбляйте тех кому они взывают помимо аллаха они то не станут оскорблять аллаха из враждебности и по невежеству что мы наблюдаем в твоем инстаграме еще происходит ты порядок у себя в инстаграме навести не может и собрался порядок наводить в городе ты можешь сначала научишься чему а потом уже будешь языком своим мести как бы международного кан конфликта не вышло теперь я официально стал амбассадором тойота раша сила спокойствия и уверенность в победе это то что объединяет меня и автомобили тойота хэштег хабиб тойота отстает и контракт вот это это все ерунда но вот это вообще не простить это изменить приори это мне кажется самое большое что можно совершить а ты в курсе тойота я сейчас ребята очень люблю различные аналогии проводить и причина следственной связи находить тойота это японское детище хабиб а ты посмотри какие японцы разврат это одна из самых развратнейших наций чего только стоит их аниме и достижение во всех этих вещах они красавчики в этом плане благодаря своему разврату они далеко продвинулись и в кибернетизации и в цифровых технологиях и вообще во всей этой теме ну а ты рекламируешь компанию которая принадлежит разврат на японии что это такое рекламируй хоть алкашку никто тебе слова не скажет и ты тактаров тоже чего угодно рекламируй просто зачем потом бежать и визжать пытаться всех призывать к чему-то там условно справедливому соблюдать традиции всю остальную херню вы же сами не соблюдаете вы сами не знаете как эта жизнь работы а учите жизни людей а они потом нас слушаются и начинает вести себя соответствующее а им это возможно на хрен не надо было а вам плевать вы же авторитет в своих глазах вам над кого-то там чему-то научит меня слишком много детей которые копируют каждый мой поступок каждое мое движение поймите ребята противоречие найти можно в чем угодно сегодня ты пишешь такой пост а завтра уже являешься амбассадором toyota я вот рассказал уже про японцев можно привести аналогию также с этими энергетиками я уж не буду во всякие такие мерзости уходить рассказывать о том что энергетик это по сути та же самая полу наркота который вызывает у человека зависимость в итоге человек становится не кристально чистый не может вот это вот производить сияние чистого разума своего не знаю я пью иногда энергетик не пей я и пиво пью безалкогольный иногда опять же так так ну ты конечно рекламируешь это понял но это твое дело пожалуйста я никоим образом не осуждаю ни к чему не призываю на самом деле я хоть это пойло и мне жизнь-то портит до сих пор но лично ты-то здесь ни при чем да в принципе и полота здесь ни при чем если хорошо подумал просто не надо людей в инстаграме пугать которые занимаются творчеством ну поет крит про невесту пускай съездит споет в чем проблема нормально ты моя невеста моя если честно очень интересно как бы ну что ну ну пускай поет нравится человеку петь поет пускай везде пускай поет а как бы делать так что люди потом начинают дрожать от того что они занимаются творчеством вот основной посыл а так то да пожалуйста просто если я завтра увижу лицо хабиба на водяре какой-то я скажу ну что сделать главное чтобы он в инстаграме людей не пугал больше я вот не забухать если увижу лицо хабиба на водяре я не куплю эту водяру поэтому мне глубоко до звезды я не знаю сколько стоит алкоголь я даже в эти районы не захожу магазина мне абсолютно плевать и даже если кто-то будет где-то бухать у меня вообще даже не ёкнет я не пью потому что мне не нравится все навсегда если вам нравится пейте пожалуйста единственное ограничение это свободу другого человека вот и все понимаете а когда человек не может провести спектакль спокойно либо приехать спеть это явно ограничение свободы но а еще и угрожает пошел нахер невелика потеря а крит сказал хабиб мой любимый боец и мой любимый боец запрещает мне концерт в его городе делать то это охренеть вообще меня бы срака вылетела от этого просто же часть в стратосферу для костюмчики вот у тебя посты хабиб в инстаграме ты типа учу как одеваться и ты стоишь красиво в костюмчик вот и вот такие посты нормально или рассказывай как надо бросок с переворотом дело либо болевой прием проводить либо как через сетку прыгать вот это через высокие препятствия как быстро перескакивать расскажи тоже в инстаграме либо как правильный энергетик отрекламировать о инсталляцию придумал значит тактаров и хабиб набру дуршав хабиб держит охоту тактаров энергетик горилла да и пьют вот так вот и такой пост в инстаграме а надпись какая-нибудь знаешь когда встретился победы участникам на соревнованиях там что-нибудь и клуб ахмат ахмат не знаю